Всем привет, ребята, с вами Дричент, и это новый выпуск кондитера. Да, ребята, надеюсь, что вы взяли себе уже чайочек, а тортик уже как бы, смотрите сами, потом можете попасть на проект, я вешу 300 килограмм. Я напоминаю, что выпуски выходят два раза в день, в 12 и в 18 часов по киевскому времени. Ну что, ребят, давайте оценивать новое искусство. Проверьте подписку на канал. Итак, мы продолжаем пятый юбилейный сезон самого сладкого шоу страны «Кондитер». И в выборе лучших специалистов страны сегодня мне будут помогать великолепная, очаровательная, молочная девочка России Ольга Вашурина. Привет! 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 Ну, и легендарный основатель Международной кондитерской школы России Сергей Третьяков. Приветствую, дружище. Итак, мы ищем талантливых, юных, грамотных, профессиональных, любых. Главное, чтобы было вкусно. Где ты? Странно, только что стояла в светлой юбке, херяк, а она уже стоит в другой юбке. Здравствуйте! Меня зовут Александра. Вот помните, только что показали. Она стояла в белой юбке какими-то красными сердечками. Дала пятюню. Выходит человек, бля. Как? Александра. А ты, смотри, 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 какая энергичная. Что-то такое большое. Я хотела немножко вас удивить, поэтому привезла. О, опять появилась белая юбка. Бля, только что была другая юбка. Не, ну вы видели? В смысле, бля? Это монтаж такой или что? А ну, секундочку. Перемень... О, вот! В смысле, бля? Как это у вас так происходит, бля? Она вошла, она в воздухе переодевается. Галя, ребята, по монтажу, что вы делаете? Я вообще понять не могу. Ну, ладно. Принесли хорошо, тазик какой-то. Травка. И нежные, сочные. Блин, ну подача прикольная, слушайте. Очень такая гриль такая, сосисочки, кукурузка. Это же все съедобное, типа. Сосисджоны. Шифоновые бисквиты. Ванильные. Это вкусно? Это очень вкусно. Вот и выделаются. Конечно, такая подача. Это рыбай или что это? Ну, какое мясо? Рибай, Нью-Йорк. Картошка. Блэк анус. Это мясо-картошка. Мясо-картошка. Не рожная? Конечно. С орешками. Ой, это картошка. Блин, в детстве это, как сейчас помню. Вот картошка, кто помнит. Вот эти вот, эти вот, такое еще в шоколаде, то, что такое повалено. Ой. В нашей школе продавали картошку. Помнишь, да, кица-картошку? Ой, это, конечно, там. А бабка, бабка. У вас была бабка? А ты делал, когда ты дома сладкую колбасу? Сладкую колбасу, нет. Вот бабка, вот кто помнит. Блин, ну это мое, это в детстве. Это вот такая штука, такая бабка, такая кремовая. Еще бывало настоящая, там, по-моему, ликер добавляют. Ну, в школе, конечно, без бухла было. Внутри. Внутри чего? Мясо? Сосисок. Картошка? Картошка, морковка. Это говядина или телятина? Это картошатина. Это вкусный бисквит. Овощи на гриле, это что? Это мастика. Давайте порежем. Ну, слушайте, ну сделано очень правдоподобно, особенно-то кукурузка. Хорошо. Александр, я очень сомневаюсь. Сосисонный. Мне кажется, вы не угадали. А мне кажется, шикарно. Что-то плохо режется. Что он сухой такой, как сухарь? Ни в коем случае. Отличный, шикарный, мягкий торт. Не, ну подача очень крутая. Это тот случай, когда, типа, вот, а-ля скульптор в девушке есть. Ооо, какой разрез. Вишня кислая? А, вы сами скажите. Итак, я хочу, чтобы попробовали коллеги. Знаете, Саша, вы допустили самую большую ошибку в этом торте. А когда вы готовили торт? Вчера вечером. Какой-то он сверх пропитанный, вам не кажется? Я всегда так делаю, чтобы торт был не слишком сладкий. Видно, какого цвета бисквит. Да. И все похоже на салат шуба, оливье. Я не знаю, что это не оливье, а этот. На самом деле, на самом деле, набор продуктов-то классный. Но допущена самая большая технологическая ошибка, которая привела к этому результату. Вишни много. По мне, что-то кашицеобразное. Да, на вкус я чувствую, да, приятный вкус вишни. Ну, кроме этого, больше ничего не чувствую. К сожалению, я говорю нет. Сергей. Здесь, к сожалению, все как-то перемешалось. То ли пропитка, то ли что-то еще. В общем, технологическая история разрушила внутреннюю консистенцию торта. Поэтому я, к сожалению, говорю вам нет. Мы все-таки ищем кондитера, который может готовить вкусно. Насрать на красоту. Главное, чтобы вкусно было. Не, согласен. Но я же не думал, что там настолько прям противно. Ну, реально, по внешнему вообще классно. То есть, так необычно. Это особенно эта шпажка. Вкусно готово. Мы имеем два нет. Дайте мне шанс. Сашенька, мы имеем два нет. Поэтому, к моему глубокому сожалению, здесь что-то пошло не так. Не знаю, я вот смотрю. Ну, да, типа, больше как пирог пошел уже, знаете, такой вишневый. Типа, вишня прям пустила хорошо сок. Ну, сказать, что... Вот я как человек, который вот не профессионал. Ну, окей. Ну, дайте мне шанс исправить. Исправить что? Я покажу себя в полуфинале. Я не знаю, зачем вам показывать себя в полуфинале, если вы уже в финале. Поэтому вот не совсем понимаю. Ну, дайте мне показать. Вы в финале. Ну, дайте мне себя показать. Вы в финале, хорошо? Пожалуйста. Сказал, вы же уже в финале. Я поняла вас. Как? Нет. А ты уже понимаешь, что это травит. Олег, это уж люди не понимают. Хотя, блин, пятый сезон, уже должны были привыкнуть, что этот постоянно такое вот вытворяет. Чудит это подобное. Я хочу участвовать дальше. Так вы в финале. Я же говорю, вы же уже в финале. В чем сложность? Как, вы меня берете? Держу. Мозг закрывает. Виндов. А, так я в финале? Вы же в финале. Уже сто раз вам сказал правду. Вы же в финале. Спасибо. Виндос прогрузился. Я не понимаю. Так, нет, так нет. Нет, конечно, я иду в финале. Вы же уже в финале. Вы говорите, нет. Вы видите, я хочу в полуфинал. Я говорю, так вы в финале. Вы видите, я хочу в полуфинал. Что мне делать? Спасибо. Спасибо. Держите. Спасибо. Верньтесь. Не, подача, мне кажется, вот она максимально будет что-то повторять в плане внешности. То есть вкус, окей, но вот у нее есть этот задаток скульптора. Это вот, блин, это надо реально уметь. Я беру вас в финал только по одной причине. Я подготовил для финалистов сложнейшее задание. И я увидел, что вы, возможно, сможете хотя бы его повторить. Где важно продемонстрировать свои навыки в декоре, оформлении и в работе со сладкой массой. И именно скульптурирование в этом задании станет самым сложным элементом. Что ж там интереснее такое вообще должно быть? Вы знаете, Александр, я вижу у вас эти способности. Но сразу хочу сказать, вкус торта. Тоже важен. Это основа нашей профессии. Ну да. Что сейчас видит зритель? Членов жюри, которые сказали нет. И Ренат Акзамов, который сказал да. И это мой выбор. И я вас допускаю к финалу. И прошу вас меня не подвести. Не подведу. Вперед. Я до сих пор не могу поверить, что я прошла в финал. И я обещаю, что не подведу Рената и покажу лучший результат. Следующий участник. Здравствуйте. Здравствуйте. Наполеон? Меня зовут Захряпин Олег. Мне 16 лет. По виду, да? Я с него ногу. Отлично. Я молодой, скажем так, повар, кондитер. Уликающий. Так повар или кондитер? Ну, больше повар все-таки. Что принес нам? Я принес вкуснейший торт Медовик. Какой? А, это Медовик? Медовик. Вкуснейший? Вкуснейший. Класс. Чье это мнение, что он вкуснейший? Это мое личное мнение. Какая прелесть. Я еще думал, что это на плюн. А есть еще кто-то, кто может подтвердить, что это торт вкуснейший? Да. Отец, бабушка. Бабушка. Внучок, это просто божественно. Мама может подтвердить. А кто-то из друзей? Из друзей, ну да. Да, есть они. Родители все-таки, бабушка и родители, они, естественно, ой, какой ты молодец ты, мы тебя любим, сладенько напеку, и дай бог ты во дворе не шляешься и там не заняешься ерундой. А кто-то все-таки из друзей. Да, есть такие. Кто? Есть Вика Егорова и... Вика Егорова? Да. Давай ей позвоним прямо сейчас. Звони. Давай. Давай, давай, давай. Итак, Вика Егорова, сейчас от тебя зависит судьба Олега. Звони Вике Егоровой, набери громкую связь. Как там подписано? А вот тебе написано Белка Викуська. Да. Белка Викуська, привет. Угу. Как дела? Нормально. Че делаешь? Стою в дом, в автобус. Скажи, пожалуйста, Белка Викуська, ты пробовал? Чуть и надо, блядь. Медовик от Олега. Да. И как, че скажешь? Только честно. Ну, мне понравился. Чем? Тем, что он деревянный или тем, что он вкусный? Он очень вкусный был. Белка Викуська, нам нужно с тобой решить, мы даем шанс Олегу дойти до финала проекта кондитера или нет? Даем. Даем. Ты пропускаешь его в финал? Да. Белка Викуська, спасибо. Смотри аккуратно, когда будешь садиться на автобус, чтобы двери не захлопнулись раньше времени. Хорошо. Олег, Белка Викуська разрешила резать. Давай режем. Она не разрешила резать скалосаду в финал. О, ну внутри хорошо. Скажи, пожалуйста, тебе не стыдно? За что? За разрез. Нет, не стыдно. Нет. Вообще шикарно. Ну, я не знаю, как по вкусу, но смотрится вообще рловненько-рловненько прям. Олег, я тебе знаешь, что могу сказать? Поругать за что? За что? Не будешь обижаться? Нет. Что, без печаток? Не буду обижаться. Я же тебе не Белка Викуська, я могу сказать правду. Да. Ты уделал всех профессионалов, которые участвовали в нашем проекте. Я такого разреза не видел уже сколько лет. Посмотри, ощущение, как будто это сделано в фотошопе. Ну, красиво, да. То есть если сфотографировать, ощущение, все скажут, что я сфотошопил. Посмотри, насколько идеальный разрез. Друзья, я хочу, чтобы вы увидели, я не знаю, на крупном плане, я уже не помню, сколько лет ни в одном ресторане Москвы я не получал такого идеального разреза в торте. Олег, же ты сам готовил? Ну, прям вообще, пацан, ты кто-то, ладно. Честно, или это Белка Викуська делала на остановке? Нет, я сам все делала. Точно? Да. Итак, я тебе хочу сказать, что это космос. Да, видно, что он сам делал по внешности, я вижу, как бы, внешний обход. Обход, ну, внутри, да, вот я тоже заметил, очень красиво. Но если еще по вкусу будет четенько, я думаю, должно быть четко. Коржики такие тоненькие, классные прослойки. Молодец. Сереж, твой вердикт. Кровые коржи аккуратно сделаны, мне не хватило немножко кислинки, пеков, маловато. Согласен. Слишком сладкий. Согласен. Смородин. Вот, поэтому надо его дорабатывать. Я тебе скажу, да. Хотя он сказал, что он больше, как повар. Ольга, вкус торта классный. А не кондитер. Мне понравился. Я говорю тебе, да. Олежа, не буду томить. Согласен с мнением Белки Викуське, что это вкусно. Я честно тебе скажу, профессиональный разрез. Есть нюансы во внешнем виде абсолютно. Есть нюансы во вкусе. Но так тонко раскатать медовик, это нужно иметь талант. Однозначно, финал. Однозначно, говорю тебе, да. Да. В финале покажи себя на все сто. Этот мужской, брутальный розовый фартук я даю тебе. Я безумно рад, что я попал в финал. Это просто эмоции зашкаливают. Я не ожидал такого. Ну, это редко, когда вообще парни участвуют в проекте. Они есть, но их по процентным соотношениям реально в раз в пять, наверное, меньше, чем девушек. Ого, вердиктов судьей. Я просто не ожидал. Все классно, все супер. Я рад. 16 лет по ценам. Следующий участник. Здравствуйте. Здравствуйте. К вам приехал город Волгоград. Волгоград. Ага. Ну, тоже прикольно такое, знаете, типа, это медовик, судя по всему. Ну, я удивлюсь, если это не медовик, потому что так соты сделаны. Меня зовут Алена, мне 28 лет. Я привезла вам торт медовик. Он нежный, сочный, пропитанный. Я жрю, было бы очень странно. Но он не оставит вас равнодушным. Давно готовите? Год. Ну, замахнулись на медовик. Медовик не простой, торт. Ну, он семейный, вкусный, правда. Он вас равнодушным не оставит. Режем, Алена, режем. Ну, постаралась. Подача внешне очень красивая такая вот. Но режется видно хорошо. Аля соты такие. И пацан же шмидан. Ну, да. Ну, тоже, слушайте, очень красивый разрез, я скажу. Да, тут видно коржи, видите? То есть у него вообще были коржи тонкие-тонкие. Вот прям вообще, раскатывал-раскатывал. Здесь, да, здесь коржи уже потолще. Но разрез тоже очень даже. А что за крем там коричневый? Вареная сгущёнка. Ой, вареная сгущёнка. Слежка меня вообще обожает вареную сгущёнку. Особенно, если этот ее любимый торт, это вафельный. Белая сгущёнка. Белая сгущёнка? Крем, сметана и масло. Можно было без масла. Зачем масло? Есть, правда. Мед в коржах, да, у вас есть? Да, да, да. Вкусно, правда? Правда. Очень вкусно, правда. Это тот случай, когда он решил не прикалываться? Нормально, да? Вкусно, к нему никто не остался. Правда. Мне интересно, что скажут мои коллеги. Но это вкусно. Удивительно, правда. Очень удивительно, когда он не начинает как-то травить там. Ну, не знаю, сейчас послушаем других. Правда, очень вкусно. Не, ну, я попробовал, ну, реально. Зуб даю вообще. Сейчас попробуем. Да скажет, да. Если ему зашло, то точно скажет, да. Коллеги, я для себя сформировал мнение. Хочется услышать ваше. Я говорю вам, да, Алёна, однозначно. Ну, даже вилочкой очень, знаете, так классно. Он прямо деляется хорошо. То есть не оля какой-то дубовый корж, а так давишь, он... А, бля. Серёж, взять и вот так вот просто всё соединить. И на слух я бы вот не купил. Когда попробовал, это... Нет. Прикольно. Молодец, я говорю вам, да. Вы что мне скажете? В финале у меня большие сомнения, что вы можете себя проявить. Сложные задания, большие декорации. А для того, чтобы справиться, нужно иметь талант и нужно иметь опыт, которого у вас нет. Таня, есть у неё лёгкий опыт декора, я же вижу. Я думаю, что у моего опыта достаточно будет справиться в финале. Я вам верю и хочу дать возможность проявить себя. Увидимся в финале. В чём вот сделала? Тортик вкусный, правда. Спасибо. Я из города Волгограда, и мой медовик покорил всех. Так что участвуйте и не сомневайтесь, оно того стоит. Мы ждём следующего участника. Привет, Москва! Привет! Томасибирск к вам приехал! Угу. Как свадебный такой небольшой. Меня зовут Ольга, я из столицы Сибири, самого холода. Одна рука синяя, другая нет. Давайте перейдём к нашему замечательному десерту. Это торт с огромнейшей просто историей. Она началась больше 20 лет назад. Этот торт готовил нам наш дедушка, деда Женя. Торт называется в его честь. Торт деда Жени. А дедушка у нас, слава богу, живой, здоровый, с ним всё хорошо. Это его фирменный рецепт. Это цветочки это впихнули, да, такие немножко, они уже приуныли. На наше днерождение, на моей мамы, на моей сестры, даже на мой племянец. Так что этот торт пережил больше 4-х поколений. Я очень переживаю за его историю, за его вкус, потому что я сейчас одерживаю честь всей нашей семьи. Режем. Так а что внутри, я таки не понял? Торт деда Жени, а что внутри? Ну он как-то немного ломается, или мне кажется? Стоп, 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 стоп. Не, внутри окей, хотя там это просто шоколадный бисквит с какими-то прослойками, да? Стоп, 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 стоп. Поднимите, пожалуйста, его вверх. Ну? Это не кондитерское изделие, это хлебобулочное изделие. Возможно, это так. Я уверен, что у вашего дедушки торт был кардинально другим. Я вас уверяю, он был таким. Я вижу полное отсутствие крема. Да, крема практически тоже я не вижу, это правда. То есть прям коржи-коржи, вот такой тоненький-тоненький. Бородинское изделие очень вкусно будет с селедочкой. А давайте попробуем. Не, ну шоколадный корж, ни хрен делать, хорошо заходит тоже. Он видно, что пропитанный, он не сухой. Я хочу увидеть торт дедушки Жени. Вот он перед вами, смотрите. Это не он. Я вас сейчас могу удивить, но я пробовал торт дедушки Жени. Вы ездили так далеко? Я в Новосибирске, бываю каждые три месяца. Но я боюсь, что это торт не дедушки Жени. Не, он влажный, видно. Сереж. Когда смотришь на этот торт, есть ощущение, что он будет невкусный. И когда ты подносишь вилку и начинаешь втыкать вилку в бисквиты, твое ощущение подтверждается, потому что вилка как будто бы пружинит. И когда я начинаю пробовать этот торт, я получаю такой букет вкусов внутри. Это неожиданно. Мне очень приятно. Но дедушка где-то что-то знал. Вот он что-то знал такое, чего мы не знаем. Я говорю да. Ольга. Торт бесподобный, очень визуально красивый. Разрез непонятный, напоминает хлебушек с маслом. Но вкус, вкус интересный. Я говорю тебе да. Спасибо. Ну вот. Ольга, вы знаете, тот самый момент, когда мне торт не нравится. Плотный, твердый сухарь. В данный момент чувствую, что мое сердце должно прислушаться к мнению своих коллег. И посмотрим, друзья, как Ольга себя сможет проявить в финале. Тот самый редкий случай, когда я хочу довериться именно вам. Классно. Я вам говорю да. Я вам говорю да. Оля, запомните, в финале не будет рецепта дедушки Жени. В финале будут сильные участники, достойные претендовать на звание главного кондитера страны. И задание будет непростое. Вы молодец, этот фартук ваш. Было много неров, было интересно, было классно. Я прошла, я молодец, я это сделала. Резала, конечно, вот так вот уже. Знаете, не ровно, а вот так. Это все и в частнике. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот потеки вижу-то фирменные, да, вот когда вот по торту так спускаются. Спускаются. Остановитесь. Я тоже боялся. Я все хотела, ягодки. Здравствуйте, ушла. Меня зовут Даша, я из города Казани. 14 лет? Казани, мне 14 лет. Я привезла вам с собой торти красный бархат с нежнейшим бисквитом, с лучшим кремом чизом и легким компоте из клубники. Классно, режем. Ну, представила хорошо. Почему такой простенький внешний вид торта? Ну, простота обычно всегда такая красивая, мне кажется. Классно, да. Почему такой сухой? Сухой? Он не сухой. Да, он сухой, я же вижу по разрезу. Да нет, нихрена у нее сухой, я вот вижу, там прям красный бархат. Да, да, но по разрезу очень сухой. Ой-ой-ой, что вы, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вас нет ощущения, что по разрезу это напоминает телятину? Нет. Говядину? Нет. Ну, краски не пожалела. Нет, абсолютно, это очень вкусно. Реально такая, прям, цвет, прям, такой насыщенный, прям. Я не знаю, сколько на красителя добавил, но красный, прям. С вкусной компотей, с кубники. Пальчиком потрогайте нижний бисквит. Нижний сухой, да. Вам не кажется, что это сухарик, булочка такая, хлеб? А вот верхний очень влажный. Вот здесь, потрогайте, вот здесь. Смотрите, вот все присматриваться, да, я согласен, нижний прям сухарь такой, ну, видно, вот средний уже прям пропитанный такой, а верхний вообще уже аж в кашу превратился. То есть так потрясло и ушло. Вы считаете, что это так должно быть? Он просто постоял в холодильнике. Ну, сейчас попробуем. Пробуй тортик Дашеньки. Даша, 14 лет, юная, молодая, талантливая, но я с тобой общаюсь как профессионалом. Хорошо. Потому что я считаю неправильным делать мне скидку на возраст, да, наша задача оценивать талант, профессионализм, потенциал, и есть определенные нюансы в этой профессии. Я хочу, чтобы вы слышали правду. Договорились? Хорошо. Ольга, твое мнение. Клубника здесь должна быть немножечко в другом виде. Цвет клубники видишь? Посмотри сейчас разрез. Некрасивый цвет, правильно? Да. Вот ее бы дальше уварить, и мне не нравится бисквит. Нет? Пока что по полуфабрикатам ты прям не попала. Я говорю тебе нет, прости. Хорошо. Сергей. Даша, почему клубника? Ну, это моя любимая ягода, и мне кажется, нужно приносить то, что ты любишь сам, и это в любом случае должно понравиться. Красиво сказано. Ну, вот этому сладкому бисквиту красный бар, хорошо подходит малина. Почту. Более кислая ягода. И она более яркая, более красная. Почту. Вот, поэтому по бисквиту я согласен с Ольгой. Он немножко не тот. Я говорю тебе нет, но это нет с напутствием на то, чтобы ты выросла в большого, хорошего... Вообще девчонку снили, да? Дашенька, золотая наша девочка. Данный торт не брак. Но все имеет нюансы. Бисквитик жестковатый, суховатый, как я изначально говорил. Крем плотноватый для этого торта. Желешечка, желешка, прям желешка, как будто отдельная, сама по себе живет своей жизнью. Бледненькая, некрасивая. Вот чуть-чуть все доработать, и станет уже совсем другой. Вообще, приходи в следующем сезоне, да? Дорабатывайте, приходите в следующем сезоне. Хорошо, спасибо большое. Может быть, в следующем сезоне она и будет. Я расстроилась, конечно, что не попала в финал, но я знаю, что это только начало, поэтому я уверена, что в следующем году фарт будет мой. Да, шансы высоки. Итак, следующий участник. Да у вас, бля, там что, бля, конвер? Ну реально, что не торт, так, бля, как-то один на другой похож. Вот серьезно. Здравствуйте. 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 Меня зовут Елена. Елена? Да. Я из Орла приехала. О, так это она, блин, киндер-сюрп, этот киндер, вижу, эта вот полосочка была, орео-печенька. Скажите, вы же за кулисами с другими участниками видитесь? Да, конечно. Работы других участников видите? Да. Скажите, почему вы приносите торты с потеками? Я же говорю, бля, как будто у них у всех одна идея была. Ну я вас сразу вижу. Вот эта штучка, блин, тоже популярная шоколадка, такой батончик, это вот кусочек, это киндер-орео, и вот это какие-то шоколадные конфетки, я не знаю, что это, если честно. В чем фишка? Это сделано одной рукой, или вы там в гримерной один и тот же человек у вас это все делали? Нет, мы же их привозим издалека, мы из разных городов, мы же друг друга не знаем, поэтому... Спишем это на совпадение, да? Да. Расскажите, пожалуйста, что вы нам принесли, что это? Здесь шоколадный бисквит с японским чизкейком, крем-чизь и малиновый джем. Режем. Ну, режется как по маслу, как по мне было. Вы делаете на заказ, продаете или пока нет? Да, делала на заказ. Вы такой тор делали хоть раз кому-то, продавали? Да, заказывали. Сколько такой тор стоит? Около трех. Три тысячи рублей вот такой тор с покупными печеньями. Ну, здесь декор был бы немножечко другой. А, ну, то есть, если я заплачу вам три тысячи, вы подойдете более серьезно, чем участие в проекте кондитера. На федеральном канале. Понимаете, они любят, клиенты, разные торты. Любят такие торты и заказывают. А ведущий проекта кондитер любит, что, травку с рынка и покупные печеньки, вы думаете, да? Нет, вы попробуйте изнутри, а декорировать уже можно по-разному. А вы заказчикам также говорите? Можете попробовать изнутри, а декорировать буду на месте? Нет, заказчик уже изначально заказывает. Какой декор ему нужен? Да, Олечка, попробуем. Вот я не знаю, что по поводу декора. Да непонятно. Такой аккуратный, красивый тортик. Я встаю, восхищаюсь. Разрезик просто чудесный. А я думаю, должно быть вкусность. Тем более, она их продает. Ну, было бы странно, знаешь, я скажу, типа, это просто ужас, это жрать невозможно. Тогда вопрос странный, получается, у нас кондитер, который не просто дома это все делает, а еще и на продажу. Вкусно. Фатальная ошибка. Ольга. Торт красивый. Когда ты его кушаешь, ты понимаешь, что там каких-то два хрустящих слоя. То есть это перебор. Хрустит и кокосовая стружка, и малина. Так он, конечно... Так, смотрю, стоит с двумя вилками, блядь. Одной, второй, там, да? Но вот из-за этого я говорю нет. У вас есть первое нет. Сергей? Шоколадный бисквит очень сложная штука. С ним надо прямо поработать. Ему не хватает воздушности и бористости, понимаете? В целом, наверное, по балансу текстур я вам говорю нет. С тортом нужно работать более часто. У вас есть уже два нет, однозначных, твердых нет от членов жюри. Ну что? Все? Все. Забираем? Встретимся в финале. Давайте. Все, спасибо. Увидимся в финале. Ага, до свидания. Ненавижу вас, ублюдки. Елена, увидимся в финале. Фарточек не забудьте, пожалуйста, забрать. Серьезно? Увидимся в финале. Фарточек не забудьте забрать. Спасибо. Что ты рец? А, ладно. Ну ладно. Ты так сомневаешься, по-моему. Я в шоке, что меня взяли, но меня взяли. Не знаю почему, но фартак у меня. Вы знаете, почему я ее взял? Это бы очень вкусно было. Было определенный потенциал. Данное изделие не является браком. По вкусу, мне кажется, там есть определенное зерно. Но согласен, кокосовая стружка, чуть-чуть перебор, она непонятна во вкусе. Но она, если уберет вот эти вот маленькие нюансы, подправит, то... Да, будет неплохо. Поэтому, мне кажется, в финале она сможет себя проявить. Да, крайне верю, я в нее верю. Естественно. Я тоже верю. Естественно. Давайте посмотрим. Следующий участник. Блин. Я, сука. Ну реально, реально. Стыдно, но поблагали. А тебе сделать потеки? А тебе? А кому потеки? Блин. Сейчас ребят скажет, не, ну ребята, я, блядь, конечно, все понимаю. Я какой-то тренд пропустил там в новостях неделю, что на 100 назад показали, что сейчас тренд – это торт с потеком. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой прекрасный, красивый домашний тортик. Это медовичок. Да. Чисто домашний медовичок. Вот. Вы из какого города прицелись? Города Краснодара, кубанская столица. Сладкий край. С нашей клубникой, с теплицей нашей уже кубанская. 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 Да, это прям уже тепличная наша кубанская. А вы представились? Меня Даша зовут. Дашенька. Я по образованию ветеринарный врач. Вот так. Какая прелесть. Нам как раз они нужны на проекте. Естественно. Скажите, пожалуйста, Дашенька, опять потеки мы видим. Зачем? Я не пойму, для чего? Красиво. Модная тенденция. Какая? Эти шоколадные. Откуда эта тенденция с потеками? Ну вот зачем? Вот такой вкусный медовичок у вас. Так красиво он сбоку выглядит. И вот зачем эти черные потеки? Что да? А мне кажется, наоборот, потеки очень даже... Вот представим давайте, да? Убираем нахрен потеки. Сказать, что он стал выглядеть более красиво? Ну вот с моей стороны, лично с моей, нет. Я бы не сказал, что эти шоколадные потеки портят торт. Вот я смотрю, мне лично не портят. Шоколадные потеки к медовику. Вообще сочетание шоколада с медовиком немножечко too much. Потому что черный шоколад... Вот вы делали дизайн, но вы же в этот момент не подумали о том, что это может помешать вкусу медовика. Вкусу? Медовик имеет ярко выраженный аромат меда, но шоколад сам по себе. А что, шоколад с медом, жопа и так нормально слипнется. Очень агрессивный. Очень яркий, мощный вкус. И вот эти два продукта, они же с друг другом не дружат. Это рецепт бабушки, мужа моего. Она на каждые дни рождения готовит именно этот медовик. Режем. Мягенький. Вот этот разрез мягенький, конечно. Ну, чуть-чуть продавливается, да. Но в разрезе я ввел кусочек... Ой, ну хорошо. Ого. Это те его реакции, конечно. Но я понимаю, что ему разрез понравился. Как выглядит разрез, когда человеку понравился. 150 миллионов коржей. Вот это да. Но я вам, я вам честно скажу, что сегодня медовиками участники нас реально убивают. 256 слоев, тончайших, как бумага. И мне кажется, в отличие от медовика Олега, этот будет торт гораздо нежнее. Ну что, давайте пробовать. Да, он был мягенький, у того был пожестче, я согласен. Даже когда нарезала его, вот смотрите, просто... Ой-ой-ой, как милочка утонула. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И по вкусу, я уверен, шикарный. Даша, что за крем? Крем-пломбир. Ну, вообще, это бабушкин заварной крем. Крем из чего сделан? Заварной крем. И взбиваю сливки, и смешиваю. Вы добавили сливки в заварной крем, когда он еще не до конца остыл. Что-то не так, да? Знаете, обычно я всегда жду мнения своих коллег. Но здесь есть самая главная ошибка, которую вы сегодня допустили. Такой вы сами по себе очаровательный человек. И я уверен был, что торт будет такой же. Но есть главная ошибка. И она стала судьбоносной. Мне главное, чтобы вы не сломались. В финале. Мне главное, чтобы вы не опускали руки и продолжали готовить, творить и создавать, вне зависимости от всей критики, которую вы сейчас услышите. Не хочу вас обидеть. Но вы в финале. Наверное, это лучший медовик за все пять сезонов проекта «Кондиция». Я хочу сейчас плакать вместе с вами, потому что это какой-то космос. Я, коллеги, просто... Спасибо большое. Просто, видите, мы аплодируем вам стоя. Стоя, Даша. Дашенька, это великолепно. Сереж, это бомба просто. Спасибо большое. Это муа. Спасибо большое, жюри, за то, что оценили. Ну да, там типа слои были. Она прям эта вилка его четко разрезала. Мой торт, рецепт бабушки, она будет... А, видите, как бы, дед Женя, баб Наташа, там ли кто-то, кто знал, как надо делать, блин. Очень счастлива и горда за меня. Я получила фартук, и я теперь в финале. Спасибо всем большое. Лучше не давить за пять сезонов, прям. Итак, следующий участник. Ждем тебя. Здравствуйте. Сука. Вы меня фасилизаете. Здравствуйте. Приятного к вам в город Псков. Покорять Москву. Псков, привет, Псков. Опять потёки. Опять торт описывался. Опять потёки. Представьтесь. Нет, а вот адреса. Я думаю, когда выйдут с обычным тортом, они такие, о боже мой, наконец-то. Принесли. Торт называется Буше. Буше? Буше. В душе. Ну, в душе. Буше, в душе. Да. Я с такой блогером в Киеве. Буше. Крем ванильный и крем-чиз. Режем. Ой, боже. С чем? С кремом. Интересно. Боже, что это такое? Ты наелась? Что ты кусочек так обсосала вилку? Я хочу послушать мнение членов жили. Я не понял. А однозначно нет. Бери ел. Сливки. Какие? 33%. 33%? Нет, это не 33%. Это не 33%. Да, и там. Вы действительно считаете, что мы настолько не можем отгадать? Настолько не можем. Это 100% в 33%. Так это 100% или 33%? Ну, 33%. Это не натуральные сливки. Это не натуральные сливки. Растительные сливки. Там есть в составе растительные. Начнем с этого, да. Бисквит сухой. Ты сказала этому торту нет? Однозначно нет. Олеся. Удивило. Сергей? Я, к сожалению... Наверное, Ренат, он очень зашел. Можно сказать, по-моему, нет. Торт. Риттерный. Вот так, стоп, стоп, стоп. Ребята, вообще торт шикарный. Как я должен сейчас теперь выкручиваться? То есть двоим как бы вообще говно, а мне зашло, да? И у этих сливок есть очень яркий, узнаваемый вкус. И он... Мы-то его точно узнаем. Он, да. Он выдает, как бы, эту историю. Он невкусный просто, понимаете? Там, бисквит, когда начинаешь... Какой-то сливки, узнаваемый вкус. Что, ашан какой-то дешевый, я не знаю. Что значит сливки, узнаваемый вкус? Есть какой-то вид сливок, называть такой порожняковый? Или что? Его разрезать, он выдавливает этот крем, потому что бисквит очень плотный. Надо работать. Много работать и брать какие-то, не знаю, более интересные рецепты, учиться. Однозначное нет. Абсолютно согласен с мнением своих коллег, что однозначное нет. Здесь есть ряд полуфабрикатов, с которыми надо работать. А что ты так удивлялся? Спасибо за участие. Спасибо. Хотел сказать да, но потом удивился, но не буду позориться, да? Почему-то мне понравилось. Следующий участник. Он даже был... Слушай, я не могу, блин. Потеки, да что ж такое? 28-й торт с потеками за последние полчаса. Здравствуйте, Рина. Здравствуйте, Рина. Здравствуйте, Ринка. Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Маша, я из Москвы. Мне 17 лет. Я готовлю торты... Это тоже Орео, да, а-ля типа сусальное золото. Вот. У меня они уникальны, потому что я добавляю в них капельку любви. О боже. Кого-кого? Капельку любви. А-а. Поэтому они торты с потеками. Я хочу презентовать вам мой наивкуснейший торт. Здесь нежные пропитанные маковые коржи, мариновый конфитюр, манговый мусс и крем на основе белого шоколада. Режем. Ой, какой деревянный. Ой, боже, что-то немного поплыл. Боже мой, как он не режется. Нет, он хороший. Ну как он, он деревянненький. Ой, как плохо режется. Может, не будем? Может, не будем вот так сейчас? Не, он режется. Показывать, как это жестко, деревянно и невкусно. Ну, туго идет. Ой-ой-ой, низ какой там плотный. Боже мой. Ой-ой-ой, как все плотно там, жестко. Ой-ой-ой, невкусно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, внутри очень даже неплохо. Ой-ой-ой-ой, как я переживал за этот хлеб. А что это внутри? Отрогайте, пожалуйста, пальцем бисквит. Это мак? Вам не кажется, что это, ну так, немножечко бетончик? Нет, не бетончик. Вы считаете, что это мягкий нежный бисквит? Маковый бисквит. Секундочку. А маковый бисквит не должен быть мягким? А вам не кажется? Вы считаете это мягким? Боже мой, что же для вас такое, да твердое, я не пойму. Нет, он мягкий, попробуй. Вы считаете, что это бисквит мягкий? Твердое, это печенье Мария. Конечно. Проходит палец, мягкий. Проходит палец? Как он проходит у вас здесь? Я не знаю, у вас не проходит, у меня проходит. У вас пальцы не такие. Я вам хочу продемонстрировать самый мягкий бисквит в вашей жизни. Ну, держится молодцом, да? Здесь что-то не так сразу. А мне нормально? Да, мягкий. А сейчас так бас, скажет, а вкусно и проходишь. Она такая думает, о, молодец, что я стояла на своем. Сереж, ваше мнение? Я считаю, что торт внешне сделан хорошо, стабильный, ровный, красивый. Вот. Он не очень съедобный. Я говорю вам, нет. Ольга. Солидарно, Сергей. Торт какой-то трансформер из чего-то собранный, из каких-то непонятных бисквитов. Манго там ни к селу, ни к городу. Поэтому пока я говорю тебе нет. Но у тебя все впереди. Мой вам совет. Работайте с базой. Если бисквитик, должен быть нежный, мягкий, пористый. Если мак, он должен быть вкусный, но не должен жестко хрустеть, как песок. Если вы называете изделие мусом, делайте его легким, мусиком. А сейчас пока радоват. Увидимся в следующем сезоне. Спасибо. Спасибо вам. Я думаю, что я не в финале, потому что я решила экспериментировать. А в финале нужен 100% результат. Но я уверена, что в следующий раз я приду и покорю всех своими бисквитами. Всех. Следующий участник. У них там в кассе проходил какой-то. У них там правило было. Так, у всех должен торт описаться. Значит, поняли? Даже если вы хотели делать торт без потеков, он должен быть с потеками. Другие торты у нас не допускаются. Все поняли? Конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотя я же понимаю, это реально совпадение. Каждый торт кто-то вез с разных уголков. То есть это его фишка была, потек делать. Где вам разливали потеки? Шоколадные потеки вам специально. Для красоты, для настроения, для красоты. Меня зовут Олеся. Я прилетела к вам из Краснодара, чтобы угостить вас своим вкусным тортиком. Олеся, скажите, вот вы... Блин, есть даже эти верхушки очень похожи. Вот там это Орео, шоколадки. Слушай, притяновать название главного народного кондитера России. Да. Да. Посмотрите. В качестве декора использовали покупные шоколадки и печеньки. Скажите... Вот реально, вот очень, смотрите, похоже на то, что было. В чем фишка, я не пойму. Просто это тоже, мне кажется, как... Блин, даже эта конфетка, этот а-ля киндер палочки. Элемент декора торта. Для детского сада. Тоже смотрит очень красиво, выигрышно. Олеся, внешне не удивили. Торт очень простенький и вообще... Ясли, ясли, прям ясли. Ну, даже шоколадки разкину туда не сильно красиво, я согласен. Что внутри? Внутри шоколадный бисквит. Ой, какой он деревянный, боже мой. Как такое вы могли приготовить? Вот прям в кирпичи обладают пенопласт в центре. Вот я сейчас вижу... Два кирпича, пенопласт. Вашу тепло- и шумоизоляцию внутри торта и, в принципе... Кирпичи с двух... Сэндвич-панель. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, бисквит получился очень мягкий. Вы считаете, что... Перчатка у вас есть? Потрогайте. Вы считаете, это мягкий бисквит? Вы вот это деревянный... Потропитаны очень хорошо. Если вы попробуете, на вкус поймете. Давайте пробовать. Давайте. Оля, твой вердикт. Олеся, как много карамели. Как много арахиса. И мое любимое сочное безе. Я говорю тебе да. Ура! Торт сладкий, насыщенный, очень калорийный. Но мне очень понравилось. Я этого и добивалась. Мне понравилось, как хрустит. Чтобы шопа слиплась. Это прям был такой приятный прям хруст. Ты прямо вот делаешь... Правильно, правильно. Да, прям хрустит. Для этого торта сделала все, что нужно. Я говорю так. Короче, ну я полу ее беру. Знаете, очень часто я не согласен со своими коллегами. Ну, это не тот случай. И перед зрителем... Ну, это не тот случай. И перед зрителем... Шопку попробую. За финалистов отвечаю именно я. Я понимаю, что в финале вы провалитесь. Там надо работать с карамелью, с шоколадом. Сейчас, скажи, не провалюсь. С мастикой. Лепить. Украшать. Создавать. Декорировать. Что будем делать с этим? Давай, скажи, будем делать. Спасибо за участие. Спасибо. Спасибо за участие. Спасибо, спасибо. Я рада. Спасибо. Такая красотка. Что я рада? Они сказали уже да? Я сказал, спасибо за участие. Вы фартов забрали. Ну, ладно. Уже. Это когда ты берешь свое. Спасибо за участие. Тайланд. Спасибо. Все. Тогда в финале увидимся. Что я могу сказать? Просто прикиньте. У меня для вас нет. Спасибо большое. Я вас не подведу. Нет. Хорошо. Все. Где выход? Фартов. Спасибо, Ольга. Спасибо, Ренат. Спасибо, Сергей. Я буду очень рада, чтобы не подвести вас в финале. Правильно. А что тут это? Ну, главное, если что, чуть-чуть можно на дурочку скосить. Как бы, ой, спасибо, очень приятно. А тут уже, знаете, как-то забрать уже и некрасиво. Да? Да. Финал проекта проходит. А, то есть у всех торт. То есть я думал, знаете, что будет сейчас последний торт, который без потеков. Хрен угадал. Ольга Самарина. Потеки. Олег Захр... А, нет, вот Олег. Олег сделал без потеков. Опен. Олеся Поличенко. Алена Кузов. А, и Медовик был без потеков. Ну, да. Велена Бедулина. Тарья Дзамыхова. И Александра Миниченко. Мне кажется, как раз вот первая, она максимально сделает похоже. Ну, я очень надеюсь. В этом сезоне участникам предстоит пройти еще более сложное испытание. Они должны будут повторить сладкий шедевр Рената Акзамова. Приготовленный... Хрена себе, бля. Что за сумаист? Специально для звездного гостя. Да не, бля. Как это кое сделать? Чтоб человечек это... То есть нужно, во-первых, этого толстячка сделать, а потом еще... Ну, ясно, что маленьких человечков никто не будет делать. Будут пытаться хотя бы этого сумаиста сделать. Офигеть. Передомой семь ярких счастливчиков. Там очень много мелких деталей. Ярких, мощных специалистов. Поздравляю, коллеги. Вы в финале. Семь человек в финале. Это был только первый этап. Я знаю, на что вы способны, но сегодня настал тот день, когда нужно показать, способны ли вы на большее. Эту студию в статусе победителя сегодня покинет только один из вас. Этот победитель отправится в суперфинал проекта кондитер. Претендовать на звание главного народного кондитера России, а также бороться за 1 миллион рублей. Я подготовил для вас непростое задание. Оно трындец непростое в плане во внешности. Вам нужно будет выложиться максимально, чтобы повторить мой торт. Добро пожаловать! Давайте на кого-то чувак немного похож. Что-то мне так лицо стало похожим. Который в Little Big снимался. Такой, типа, он руками так танцевал, махал. Он там, блин, не помню, в кимоно то ли он был. Песня даже была на Евровидении от России с таким толстеньким чуваком, который танцевал, по-моему, в спортивном костюме. Может быть, это он будет этим, приглашенным гостем. Но лицо очень похоже. Торт приготовлен по специальному заказу для актера и танцора Дмитрия Красилова. Торт состоит из... А, то есть вот, актера и танцора. Может быть, все-таки реально-то он и есть? ...громного квадратного яруса, украшенного японскими иероглифами и бамбоком из шоколада. Фигурка Дмитрия изготовлена в образе японского борца Сумо, а состоит она из сладкой массы. Также на торте расположены 4 шоколада. Шоколадные фигурки кондитеров, которые доделывают огромного сумоиста прямо на торте. Открывается крап-каринад, и там его шикарный торт. Ну, это очень сложно. Многие детали. Очень много мелких деталей. О, май гад, просто. Блин, такой классный торт был. Я вообще, конечно, офигела с этого. Но мне прям очень понравилось. У меня сразу первая мысль была, как я это буду делать. Итак, внимание. Задание первое. В начинке должен быть ванильный крем с васаби. Ванильный крем с васаби? О, боже мой, это что? Задание номер 2. Лестницы на торте должны быть изготовлены из подручных средств, но так, чтобы композиция держалась. Третье. Портретное сходство сумоиста. Это было пожелание заказчика. Ренат дал задание. Вот это все мы обсудили. Блин, крем с васаби. У меня это в голове все сразу покрутилось. Сейчас начнем делать. Ну что, вы готовы? А что должно по вкусу получиться? Типа сладко и рот печет или что? Да! Время пошло! Васаби это очень пекучий крем. Мы начали все разбегаться сразу. У меня сразу паника. У всех тоже паника. Все бегают. Не знаю, за что хвататься. То ли за продукты, то ли за инвентарь сначала, чтобы было. Я побежала сразу брать яйца, молоко. Хотя зачем это мне нужно, не знаю. Главное взять, потом разберемся. Я пошла, короче говоря, гулять по кухне, искать какие-то штуки. Нашла там первый краситель, второй краситель. Всем говорила, что я его не отдам. Я нашла зеленый краситель, и пока его никому не отдам, пока он мне нужен. Ну, конечно, я отдам, поделюсь, но это просто... Мне хотелось, чтобы они такие на меня посмотрели, ну, чтобы не расслаблялись. Да никто и не расслабляется. Твои конкуренты вовсю занимаются тестом на бисквиты. Я сейчас взбиваю тесто на бисквитах, потом добавлю муку, и потом залью форму, поставлю выпекаться. Он на основе сахара, яйца, муки. У меня классический бисквит, 3, 2, 1. Ай, че? Что? У меня классический бисквит, 3, 2, 1. Что за счет был? 3, 2, 1, 1, 2, 3. Буквально 2-3 минуты, и я поставлю уже его бисквит. Я подготовила форму, я его взбила, просеиваю муку, и высоставлю в духовку. Сами не знаем, что готовить, что сочетается с этим кремом. В голову просто ничего не приходит. Видим мед, думаю, может быть медовик. Медовик не сочетается с фасаби. И просто решила сделать, думаю, попробую, сделаю шоколадный бисквит. Готовлю шоколадный бисквит. Да там же сказали, какой-то там ванильный крем же нужно сделать. Называется шоколад на кипятке. Я считаю, что так как крем у нас добавляется в васаби, будет привкус мяты, очень хорошо считается шоколадный бисквит. Олеся, Оля, Саша. И кремом будут уже обтирать, получается, бисквит. Ставят свое тесто в духовке и приступают к изготовлению. Короче, я понял, что начинка может быть любой, в плане, то есть, бисквит, какой хочешь вкус, такой выбери. Главное, чтобы снаружи был, этот был ванильный крем с фасаби. Крема. Правильно? Сейчас буду делать крем. Какой? Сейчас ты сама еще не знаю. Сейчас будем что-нибудь думать. Сложно было именно крем с фасаби, потому что как можно сделать то, что ты даже никогда не пробовал? Просыпалась мука. Там 10 грамм. Я верну. Соседка Оля. Но у нее день вообще с самого начала не задался. Это был вообще трэш. У нее то разливались сливки. Это когда руки золотые, но растут из жопы. У меня была полочная ванна. Дамы и господа, спа-центр. Я немножко косячница, самую-самую малость. Я верну, честно. Могу в долларах, могу в евро. Как вам удобнее? И возле рабочего места полный. И это вообще, я не знаю. Я думаю... Чувствия такая... Все разлетелось. Что мы не выдержим с ней. Просто... Она очень любит готовить, конечно, извините. После ее готовки такое чувство, что на кухню ядерная ракета залетела. Как было красиво, Мао. На экспериментровали. Ну что, ну я начала скрывать ручным миксером. И все. И план бы провалил. Твою мать. Вообще прикольная девчонка, веселая, но... Фу. А может быть, и не ее год. Все возможно. Нормально с Олей работается. Не обращается внимания. О, боже мой. Я маскарпоне перекладываю для начинки. Для крема. Крем-чиз с васапи еще ни разу не делала. Ладно, девка на позитиве. Будем делать первый раз. Нужен будет не переборщить васапи, но... А что это за хрень? Это крем-чиз называется, да? Выглядит как мороженое, типа пломбир какой-то. Чтобы оно чувствовалось. Васапи, крем, ваниль. Тяжело. Я буду делать ванильный крем с сливочным сыром, сливки и васапи. А, это сливочный сыр, может быть. Олег Мальчик, вот у нас единственный, который был в коллективе. Ну, он не очень как-то начал себя показывать. Ну, он такой спокойный был, какой-то вялый, я бы даже сказала. Ну, скромный пацан просто. У меня все получается, я хорошо работаю с венчиком. У меня все получается. То, что у меня все застревает в венчике, это не беда, прорвемся. До конца испыт... Ну, у него прям комки пошли. Может быть, если было бы хотя бы автоматическое, это миксер какой-то. Остание остается 3 часа. Финалисты выпекают коржи один за другим. Но, похоже, не у всех все получается. Оле бисквит горел. Бисквит сверху пригорел, то есть была прям корочка. Бля, внутри он вообще, знаете, как надувной матрас водяной. Вот так вот аж плавает. Смотрите. Он был как Путин. Объяснила. Видно, что он все рвает. Да, он понятно, что он все рвает. Такой бисквит, конечно, уже нельзя назвать готов. Это, знаете, это будет как фондю. Шоколадный фондан. Ты его разрезаешь, он вытекает. Мы просто такой бисквит не пробовали. Это новая фишка. Это не готовый полуфабрикат, это брак. Прости, прости, бисквит. Я не хотела. Сегодня я во время готовки перевела много продуктов. Я буду делать заново. Блин, ну реально, по-моему, у него с кулиновей на ты, на вы и шепотом. Яйц рублей на 30, сахара рублей 100. Молодцы, что-то готовило, пропало, молоко разлило, какая-то мука пролетела, блендера врубила, все полетело по сторонам. Такие рублей 50. Минус одна зарплата. Просто так будет проще, быстрее и легче. Тут мы готовим, и заходит Ренат Лемарович. Минуту внимания, коллеги. Я хочу что-то попробовать. Вернулись на свои рабочие места. Хочу проверить готовность и качество ваших... Короче, сейчас ее будут сливать, я понял. Сейчас она поедет домой. Он скажет, а что у тебя готово? Полуфабрикатов. С тем участником, у кого полуфабрикаты будут бракованы, будем прощаться на месте. Все понятно. А также, самая низкая готовность, это тоже повод для расставания. Ну все понятно. Лена, покажи мне свои полуфабрикаты. Кого сливают? Бисквит съедобный. Оля, что готово? Готов бисквит классический, он еще не пропитан, то есть он только остыл из духовки. Где остальные бисквиты? Покажи мне бисквиты. Я его только достала, он немножко подгорел, я буду его переделывать. То есть у тебя за 4 часа у тебя готов один блинчик? 4 часа? Это они 4 часа готовили? И реально? Он еще один стоит готовый. Принеси сюда его. Я не могу быть уверена за его качество. Нет, стоп. Ты мне даешь его на дегустацию, как готовый продукт, который ты утвердила для заказчика? Нет. Тогда вопрос, вот этот сухарь деревянный, ой, так он у тебя еще снизу сырой. Может быть. Может быть или сырой, потрогай. Сырой. Нет, может быть или потрогай. Я вижу, он блестит, он сырой. Нет, не блестит, он даже к рукам прилипает. Да, да. Жидкое тесто, видишь, внутри? Короче, черное сливаю. Что у тебя готово? Давай крем попробуем. Васаби добавила? Добавила. Добавила? Это был вопрос или... Добавила. А что с васаби? Я вообще его не чувствую. Да. Вкусный, очень нежный, легкий, воздушный ванильный крем с ярко выраженным ароматом ванили. На этом все. Обрезай краешек, продолжай. У тебя крем готов? Там еще нету васаби. Крем готов. Крем. А теперь поставь, пожалуйста, эту жидкую мочу на стол. Жидкую мочу. Олеся и Саша, подойдите, пожалуйста, сюда. Можете нырнуть палочкой, попробовать и посмотреть по консистенции. Короче, там типа не крем. Это крем? Нет. Это жидкость? Это жидкость. Олеся? Короче, двоих убирают. Это полуфабрикат. Для торта его начинку использовать нельзя. Это крем? Как ты думаешь? Нет. Это крем? Скажи мне. Нет, не крем. Это крем? Девочки, это крем? Нет. Нет, не крем. Крем может вот так вытекать? Нет. Потому что он там что-то взбивал, взбивал непонятно что. Но он в крем не сбил. Все. Пацана шок. Ну, двоих, короче, выкидываю. Застается пять участников. Я могу пробовать. На самом деле, по-моему, очень часто у них в финал выходят плюс-минус пять участников и начинают что-то показывать. Подошву из-под кроссовок. Не советую. Не советую. Не советую. А такой торт был, сказали. Это, блин, медовик такой был. Это бисквит? Нет, не бисквит. Или это летающая тарелка? Это подошва. Это подошва. Ну все, чувака точно выкинули, потому что его, в общем-то, а-ля крем вылили в мусорник. Я надеюсь, немножко вас порадует. Два участника на вылет. Пока у меня готов один бисквит. Второй у меня замешан. Я могу его пробовать? Это готовый бисквит или что-то? Я считаю, что он готов, да. Я считаю или кто-то считает еще? Нет, я считаю, что... Ты считаешь, что он готов? Очень воздушный лёгкий бисквит. Она там уже фигурку делала. Видели, там голова торчала? Прям очень похожа была. Вот, смотрите. Но она реально уже фигурку начала делать. Прям такую прям. Я думаю, что все понятно. Я очень переживаю, что до нашего заказчика дойдет хоть какой-либо результат. На данный момент у меня полное разочарование. Через полтора часа приедет заказчик. И я вижу это. А еще я вижу лишних участников на этой кухне. Ну вот. Давайте честно. Признаемся? Или мне надо называть и выгонять? Я признаю. Что? Что у меня не все готово. У тебя не готово ничего? Безумно рад, что мне дали эту возможность. Безучки расплатился. Но не получилось. В этот раз получится другой. Еще кто-то может признается честно? Это в очках-то последнего держит. А что, бля? У меня вообще все шикарно. У меня нормально все. А ну признавай. Светка, у тебя вот реально говно какое-то. А у меня, я считаю, вообще практически полная готовность. По результатам. Вообще глаза бегают в разные стороны. А я что? Я ничего. Дегустации ваших полуфабрикатов я принял решение. Проект кондитер прямо сейчас покидает... Да понятно, что покидает. Оля, за самую низкую готовность и за самую низкую эффективность работы в кондитерском цеху. Спасибо за участие. Давайте аплодисментами проводим Ольгу домой. Спасибо. Спасибо. Честно, я согласна с его мнением, что действительно было большое количество брака. Но в других условиях я смогла бы сделать это задание. Конечно, в других условиях ты бы сделала просто божество. Участники приступают к изготовлению самой сложной декорации. Фигуры Дмитрия Красилова. На одной из полок я нашла подсказку Рената Лемаровича. Пенопластовый шарик. Я решила из него сделать туловище. Сделала макет, фигурки. Ну, прям один в один фигурка. Нашего героя. Стала обтягивать мастикой. Поняла, что фигура у меня не очень получается. Фигурка моего Дмитрия состояла из фольги, бумаги для выпечки и полиэтиленовой пленки. Короче, человека там вжать нельзя. Мало слепенький боку нужно ее одеть. А это прям, ну как, мастерство такое. Как будто ты представляешь себя швеей. И тебе нужно обязательно, чтобы это все сидело хорошо. Все стыки были соединены. Нигде ничего я особенно не проглядывала. Ну, что-то... Мне понравилось. Вот, вот здесь вот прям, согласитесь, очень классно. Это как раз, по-моему, та, которая сделала первая. Да, это ж та, которая сделала-то сессионные на гриле. Старалась, делала всякие, мол, сосочки неженькие. Мне еще осталось здесь следы добавить, чтобы все было как у Рената. Вот у него трусики одела ему. Я думаю, что прекрасно. Еще у него даже ногти на ногах есть. Очень похоже. Фигурка полностью была из мастики. Просто вот слепила, вот как из пластилина. Литой фигурки вот так же слепила из мастики. Да, я помню, мастика тоже пластилина. Так как главная задача стояла еще сделать лестницу, я нашла коктейльные трубочки, красила белую мастику в зеленый цвет и обернула эти трубочки в мастику. И так собрала лестницу. Молодец. Финалисты. А им говорили, то есть лестница не должна быть съедобанной. Просто берите любые подручные средства и а-ля прикол с трубочками очень классный. Активно собирают свои сладкие шедевры, промазывая бисквиты кремом с васаби. До конца испытания остаются считанные минуты и буквально через мгновение станет известно, чей торт покорит сердце самого Дмитрия Красилова. Мы готовы. Итак, передо мной пятеро финалистов. Ярких, красивых, целеустремленных, желающих победить очень красивых, но при этом слегка уставших. Вы готовы ко встрече с Дмитрием Красиловым? Да! Класс! А теперь встречайте талантливый актер и великолепный танцор Дмитрий Красилов! Он? Да, 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 это он. Он снимался в этом клипе. Привет! Привет! У него еще какие-то такие танцы были, кто вот так вот руками он там так делал, там вот эти вот у него движения какие-то такие были. Здравствуйте! Здравствуйте! Дим, я тебя хочу подготовить к главному сюрпризу. Ты знаком с сумоистом Дмитрием Красиловым? Это по утрам зеркало, который... Это, который очень круто борется. Помимо того, что танцует, еще очень круто борется. Ну, походу, придется познакомиться. Ну, тогда знакомься, он сзади тебя. И-о-о-о! Это что такое? Это кто слил мои фотки, а? Это великолепный сумоист Дмитрий Красилов. Господи, 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 ты первый, кто сделал мое лицо похожим на меня просто. Да, я сразу вот реально его вот тоже так вот представил. Это кондитеры из проекта «Кондитер». Вас создают торт в виде Дмитрия Красилова прямо на торте. Я тебе больше скажу, кто-то даже сосок ворует. Нет, он его ставит на место. А я его просил вернуть. Это просто, это просто бомба. Старался. Я тебя хочу познакомить с нашими финалистами. Перед ними стояла непростая задача. Они должны были в точности повторить вот этот тортик. Итак, друзья, сейчас я назову имя первого участника, который с достоинством, с гордостью представит точную копию этого торта. Олеся, открывай коробку. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-дам! Прюнул! Дим, да, походу ты натанцевал. Либо я слепой, либо... А что? Ты есть что-нибудь? Немножко упал. Подожди, тебя разбудили. Дим, разбудили. Разбудили, да. Я говорю, не разбудили, а разбудили. Разбудили. А что у меня на голове? Это волосы? Я хочу презентовать вам свой... А вы, люди, знаете, как маска, когда вот дерутся люди, одевают эти шлемы на голову? Торт, который называется сладкий васаби. Стоп, а где лестница там? То есть... Что-то, короче, не то. Там же было правило. Лестница еще, правильно? Лицо должно быть похоже. Тут ни первое, ни второе. Это два вида бисквита, шоколадный и ванильный я сделала здесь. Пропитала их воздушным, нежным ванильно-сливочным кремом с тонкой ноткой васаби. Ну, фигурка более-менее похожа. По фигурке, да. Как тебе внешний вид? Ну, скажу так, нижняя часть подходит. Нижняя часть подходит? Там как раз огромный шар. Олеся, а где лестница? Помнишь, я говорил, обязательным условием лестница? Да, лестница. Решил без лестницы. А было обязательно условие лестницы? Да. Да, портретное сходство отсутствует. Лестница отсутствует. Осталось проверить ванильный крем с послевкусием васаби. Вообще, мне интересно, что должен быть за вкус такой? Ванильный крем с послевкусием васаби. Что люди только не намешают? Дим, первый кусочек тебе. Я не рискну это пока пробовать. Конечно, лучше меня угробить сразу же. Естественно. Чтобы потом не пробовать еще оставшиеся четыре. Что-то он так прям взял и выплюнул. Слушайте, ребят, но он такой нежный. Это согласен. Судя по нашим кастингам, у нас такие деревяшки, знаешь, бывают здесь, что не разрубишь это паром. А здесь вилочка так скользит. Но извините, у вас просто герой мягкий пришел. Поэтому начинка по умолчанию должна соответствовать. Если честно, у меня есть послевкусие васаби. Я скажу, что торт приемлемый, но то, что задача была задана, я считаю, что она не совсем сделана. Вкус похвалили, я понял. Спасибо большое. Вкус похвалили, внешний нет. Давайте дальше. Александра, открывай коробку. Я выполню, что вкус важнее. То, что я говорил. Ничего себе вы дам. А можно поехали? Ничего себе, Александра. Молодец. Ничего себе, Александра. А я говорил, что она будет такой одной из. То есть у нее есть эти а-ля задатки скульптора. То есть, посмотрите, то есть и лестничка, какой-то даже человечек на лестничке, лицо. Стоп, дайте пусть презентует. Мой торт называется «В ожидании праздника». В торте оригинале. Было несколько кондитеров. И часть из них убежала, потому что здесь, смотрите, есть немножко строительные леса, и он еще в процессе. Но к празднику он точно будет готов. Дим, как тебе внешний вид торта? Не, хорош, хорош. Как это возможно? Отработало лицо. Как она в тон кожи попала, цвет кожи? Потому что шарит. Она же тебе попадала и в тон сосиски, и в тон мяса. То есть, она живет. В этом плане у нее, как скульптора, очень классные задатки. Такой прикольный. Первый раз такое вижу. В Эфиопии. Это очень крутой торт. Я старалась. Цвет реально кожи. Мне очень нравится презентация. Внешний вид потрясающий. Что внутри? Внутри такая же взрывоопасная смесь ванильного крема с легким послевкусием васаби. Легкий оттенок манго, потому что вы безумно экзотичный актер. Надеюсь, что у нее реально вкусно. Шифоновые бисквиты, чтобы вы растаяли от их куста. Если вкус хороший. Режем. Лиса разбирает. Конечно. Не-не, а остальные тоже убери. Ой, да. Не-не, а убери лиса, остальные все. Он сейчас упадет. Чтобы это был торт, прям торт. Все, все. Он сейчас упадет. Он укатится сейчас? Да не, не укатится. Дима очень там четко. Оставь, оставь его. Не держи рукой. Он упадет. Не держи, убери рукой. А, ладно. Можно забрать. Это ничего, это каблучки. Мне кажется, я нашел сына. Вытащил пупсика. Мне надо, молодец. Давай, пробуй. Ну, цвет на васаби тоже такой. Ужишь, такой оттенком. Если смешать цвет васаби с белым, что-то будет похоже. Ожидали большего. А васаби где? В следующем торте. В следующем сезоне. Хотелось все-таки услышать, без окончательного вердикта, но хотелось бы хотя бы какую-то оценку услышать от тебя. Но я скажу, что картинка намного впечатлительнее, чем содержимое. И это тот самый случай, когда внешний вид перевалил вкусовые характеристики. Но это не брак. Но по вкусу мы просто ожидали большего. Просто ожидали. Поняла? Да. Что ты скажешь? К сожалению, мальчики, я с вами соглашусь. Неоднозначно. Много плюсов, но... А мы прекрасно помним, что они больше борются за вкус, чем за внешность. Много минусов внутри. Да. Спасибо. Итак, следующий участник, который откроет свою коробку... Я говорил, что он сделает красиво. Красиво. Но по вкусу уже извините. Какой он головатый. О-о-о-о! Не, ну пыталась. Ничего себе ты... Что там в губах у тебя вкачано? Я не пойму, гелоуронг или как они там называются, эти препараты, которые... Я тебе больше скажу, это обычный жир. Я тебе подходит. Как что это вкачивает? Серьезно? Я просто не входит. Что там вкачали тебе в губы? Итак, презентация. Мой торт также с ванильным кремом, ванильный бисквит с клубничной прослойкой и, естественно, с ноточками васаби, как и просили. Что ты скажешь по поводу внешнего вида, Дим? Я скажу, что это, по-моему, больше ты, чем я. Серьезно? Спасибо. Режем. Не, ну внутри очень красиво так. Коржи, не знаю, суховатые или нет. Я добавляла и старалась, чтобы он был не ярко выраженный. Ты посмотри, как он просто проглатывает кусочек за кусочком. Смой конкурент прям. Это я больше всех жру, не забирай мой хлеб. Очень сухой, очень плохо прожевывается, пережевывается. Сухой видно было, да. И кроме клубники я ничего не почувствовал. Видно было, коржи, типа, они такие пропитанные. Шлейф есть. Вот это первый торт, в котором есть послевкусие васаби. Молодец. Спасибо за участие. Ну, короче, особо не похвалили. Только васаби, сказали, чувствуется. Даша, открывай коробку. Ну? Лестница, вижу, есть. Торт называется самый любимый, самый красивый. Я даже скажу, и лицо очень даже постаралась сделать. Самый шикарный мужчина на ринге. Если заметите, то у него лицо белесого оттенка. Это, знаете, как вот боец в ринге в талик. Вот они же там сумоисты. Раз в талик, раз, он беленький. А тут поклонницы бежали к вам по лестнице, забыли тортик свой тоже. Причем лицо белое, а тело потемнело, загорал как бы без головы. Ставили с бантиком. Здесь ванильные коржи. Крем ванильный с васаби, с легким. Коржи какие? Ванильные коржи. Бисквит? Бисквит, да. Ну достоинство, тут все как вот. Ну если вкус хороший, то могут сказать да. Она сказала, достоинство прям как так, все нормально. Серьезно? Ничего себе, там прям 3ХН что ли отработало? А это не нога! А прикинь! Это не нога! Обалдеть, ну ты гигант! Просто я чувствую себя ребенком, Оль. А я чувствую, что у нас, по-моему, 6+, нет? Чего? Программа не 6+, случайно? Режем, режем. Не, ну если, ну видно, вот тут уже коржи не сухие. Вот тут я тоже вижу, коржи не сухие. Скажи, пожалуйста, пока заказчик не слышит. Ты горелые коржи положила в торт? А, да. Ты горелые коржи положила в торт? А, да, я не хочу рецепт. Сложно было ножиком срезать? Колер такой. Я очень надеюсь, что она не горчит. Дим, приятного аппетита! Если что, пробуй, ты первый. О, какой мягкий. Смотри, смотри, смотри. Он даже дегусирует, как танцует. Смотри, у него движение, реально все. Смотри, какие хореографические. Смотри, дегустейшн. Я же не помню, что у него танцы вот такие вот. Что происходит? А, я решил попробовать там, где горелый, да? Стандартная, это, заточка Рената. Да-да, глаза побольше надо сделать так вот. Если бы Чен снимал бы передачи... И хер поймешь, что в голове у меня. А на самом деле, я просто полчаса сильно срать захотел, а мне еще полчаса сниматься. Ой, бля. По-моему, бля, коржи начинают лезть. С васаби. Мне интересно, что скажет заказчик. Дим, мне очень вкусно. Это лучше, чем прошлый торт. Намного. Короче, я шансов на победу. Крем нежнейший. Крем мне очень понравился. Свежий, такой классный. Еще больше шансов на победу. Но суховатый бисквит, мне показалось. Не такой сухой, как у прошлых участниц. Шорина скажет. Но тоже чуть-чуть суховатый. И вопрос к васаби. А я скажу, что я васаби не чувствую, но все остальное мне очень нравится. Спасибо, спасибо. А он ничего не сказал. Ну, короче, есть шансы. Алена, открывай коробку. Непонятно. Я со своим зрением вижу там чеширского кота. По-моему, там сиськи у него появились. Женские такие, бля. Мода, это женщина без бюстов. Это мужская грудь. Дмитрий, я вам презентую торт. Какая грудь? Мужская. Мужская, ты верно. Я понимаю, только это кормящая грудь. Посмотри на соски. Да, у меня трое детей. Чувак красавчик, бля, Дима. Дмитрий, я вам презентую торт. Это... Боже, а что с тортом снизу? Он как будто в него прыгнул. Бля, такой аж развалился по низу. Посмотрите. После мероприятия вам торт показался таким вкусным, что вы решили на торт. И поэтому с трехметровой высоты он туда прыгнул. Вместе с лестницей. Что за трощак ты устроил? Просто реально, как будто влетел в этот торт и лестница привалила. И пытаются вытащить просто, ну хотя бы лестницу ему, типа, отдай. И поэтому титька одна отваливается. Ты прыгнул в подземелье с пятого этажа, чтобы накормить детей грудью. Просто, ты же понимаешь, в полете ты выкинул лифчик, выкинулся росты, все выкинул. И вот это. А теперь поднимите мне веки. Нет, вам торт показался таким вкусным, что вы решили в нем утонуть. И взять с собой лестницу. И вообще вот с такими титями, по идее, должна была быть начинка «Молочная девочка». К чему там шоколадный бисквит? Расскажи, что внутри. Ты меня заливаешь. Здесь нежнейший шоколадный бисквит и ванильный крем с послевкусием васаби. Скажи, почему кормящую женщину прибило лестницей? Ее не прибило, просто поставили рядом. Поставили рядом? Да. Так у нее все лестницы посыпались. Скажи еще, почему руки растут из ушей? Да, есть же... Но есть руки и жопа, есть из ушей. Плечи все-таки, да, как там? Хорошо, не с другого места. Окей, режем. Хотя он порезан. Он порезал. Бакетная подача, фуршет. Я тебе честно скажу, я буду сейчас плакать вдвойне, если это еще окажется вкусно. Я вижу мягкий, уже вижу, он реально мягкий. Не этот, он стандартно, блин. Но есть васаби? Да. Сложно это комментировать, конечно. Я обожаю шоколад. И это твоя начинка? И это прям идеалити. Серьезно? Угу. Мне нравится сочетание. Короче, есть опять шансы на победу. Уважаемые коллеги. Вот кого? Вот Ренат, получается, вот эту последнюю. Вроде непонятно, ничего не сказал. Но вот двое оценили. Вот тут двое оценили. И... И по факту все. Здесь, которое сделало максимально подходящее. Вкус, сказали, не очень. Видели все ваши работы. Последние предпоследние. И теперь вот честно, вот если бы не было еще двух членов жюри, мне на данный момент непонятно, кого выбрать. Угу. Слава богу, нас сегодня трое. И очень важное мнение заказчика. Заказчика. Пойдем и посовещаемся. Дим, пошли сюда. Ну вы крутые. Чувак классный, позитивный. Итак, коллеги, прямо сейчас страна узнает имя победителя. Имя того, кто отправится в суперфинал проекта кондитер. Бороться за звание главного народного кондитера страны. И один миллион рублей. Угу. Торт – это не просто скульптура. Торт должен быть тортом. Должен быть вкус, должна быть гармония и не должно быть брака. Но каждый из вас должен понимать, кому делает торт, для кого делает торт. И учитывать характер заказчика. Напоминаю вам, торт – это праздник, и он должен дарить эмоцию. И сегодня только одному из вас удалось попасть в самое сердце нашему заказчику. В суперфинал проекта кондитер проходит. Последнее, предпоследнее. Или это? Алена, поздравляем. Последняя, которая была. Ты в суперфинале! Ну да. Ура, я в суперфинале. Я очень рада, что выбрали мой торт. Короче, где Сумаис прыгнул в торт, оказалось, самый лучший. Я выиграю миллион и открою свою домашнюю кондитерскую. Ну что, ребята, вот мы подошли к концу. Вот так вот. Наверное, там было очень вкусно. Плюс, как бы, заказчику нравится шоколад вкус. Поэтому вариант, когда прыгает Сумаис в торт, там все разлетается к чертям. И молочная девушка у тебя на груди. То есть, Сиси реально затащили. Но выпуск, согласитесь, очень был позитивным. А если это так, и вы тоже посмеялись, буду благодарен за лайк. Проверьте подписку на канал. И увидимся уже в новых выпусках кондитер. Всем пока!